Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники, цветоводы! Сегодня я хочу вас познакомить с такой темой, как Стоит ли сеять просроченные семена цветов и овощей? Да, часто бывает, когда мы покупаем, накупаем этих пакетиков, а потом просто не доходят руки, мы не успеваем все высеять, и остаются они у нас на следующий год. А там, глядишь, уже и время прошло. Уже и просроченные. Это один вариант. Другой вариант, это когда мы можем специально купить семена на распродаже, потому что они намного дешевле получаются. Ну и думаешь, а почему бы не испытать счастье? А вдруг? Ну что ж, посмотрим, что же получилось с нашим «А вдруг?». Итак, первая плошечка, обратим внимание, она пустая, не взошло ни одной семя. А что же я сеяла? Я сеяла петунью ампельную Salmon Shades. Кстати, очень красивая петунья. В прошлом году я брала несколько пакетиков, взошли, очень красиво цвели, а остался один пакетик. Ну, думаю, в этом году посею. А ничего подобного, ни одной семечкой не взошло. Было пять семян. Следующий пакетик, плошечка, как вы видите, тоже пустая, тоже ни одного семечки. Что же здесь, ни одних сходов. Что же здесь я сеяла? А здесь я сеяла землянику. Землянику ананасную. Розовое чудо. Ананасная земляника, во-первых, это розовые цветочки, ароматный запах и по вкусовым качествам. Землянику надо сеять только не просто непросроченную, а свежайшие семена. Что же здесь показывает? Тринадцатый год и до одиннадцатого шестнадцатого. Ну, казалось бы, ну вот-вот, это же было пару месяцев назад. Но ничего подобного. Тринадцатый год говорит о том, что расфасонка была давнишняя. Семена действительно старые. Вот вам результат ни одного схода. Следующее, что я посеяла, и тоже вы наблюдаете за тем, что плошечка у нас совершенно пустая. Ни одного схода. Это такой цветок, как дзвеночек карпатский. В прошлом году я купила, но не успела. Вот так вот. Одно, второе, третье. У меня пакетик остался. Я летом купила готовую куртинку этого красивого цветочка, колокольчики. Сантиметров 20-25. Они у меня очень хорошо разрослись. Буду делить их в этом году. Ну, смотрим, что же здесь написано. 2013-2017 год. Кстати, месяцы не указаны. Ну, что ж, хоть и 17-й написан, неизвестно, то ли это начало, то ли это конец года. Но сам факт, что 13-й год, опять-таки, у нас старые семена, и дзвеночек карпатский не взошел. Ой, а что же дальше? Вы смотрите? Да? Вот один росточек. Кто это у нас такой смелый? Это у нас армерия. Обратим внимание. Красивый, почнопокровный кустик с красивыми темно-зелеными ланцетными листочками. И потом, летом, в течение полутора месяцев возвышаются вот такие вот мохнатые шарики. Ну, что ж, у меня есть. У меня розовый. Захотела расцветок. И захотела я не в этом году, а еще пару лет назад. Но вот тоже руки не доходили. Смотрю, срок годности просроченный. 15-й год еще. Ну, думаю, коль я покупала, посею. Посеяла. Ну, и вот что. Всего лишь одно семечко. Ну, что ж, спасибо тебе, семечко, за то, что ты взошла. Следующее. И тоже один кустик, пакетик. Я как-то так не знаю, куда задевала. Короче, это виола каскадная. И взошло одно семечко. Ну, что ж, будем радоваться тоже вот этому одному семени. А вот что удивило, так это лизиантус. Лизиантус. Или же другое название. Эустома. Посмотрите, было 10 семян. Из 10 семян все взошли. Ну, чудо! Не правда ли? А теперь посмотрим на срок годности. Итак, что у нас здесь показывает? Показывает... Ой, плохо видно. Ну, 2012 показывает. И по 2016. Шестой месяц 2016 заканчивается. То есть, они прилично просроченные. Но не подвели. Но не подвели. Вот, фирма Соката. Видите? Я рада. Это мой первый опыт посева эустомы. И удачный даже из просроченных семян. Ну, что ж, порадоваться тоже чему-то надо. Это были семена цветов. Ну, а теперь давайте посмотрим на перчик. Да, вот это вот у меня перчик. Какой же это перец? Это перец самандер. Это гибридные семена. Посеяла я 20 семян. Их было 20 семян. И, о чудо, все 20 взошли. А теперь смотрим на срок годности. Что же показывает? Показывает, что это с 2011 по 7 месяц 2015 года. То есть, это семена действительно старые. Но я их замочила. И они, вот, как вы видите, прекрасно проросли. Двое суток они были замочены. В прошлом году именно этот сорт я тоже брала. Просроченные семена. И тоже все взошли. Вы знаете, гибридные семена перца очень дорогие. Вот на сегодняшний день это 25 гривен. Ну, а на распродаже было 5 гривен. Стоит? Стоит. Я не приготовила плошечек, но помидоры, томаты я тоже съела просроченные. И томаты тоже всходили. Вот с баклажанами дело похоже. Всходило, но процентов 20, не больше. То есть, туго схожие они. Лучше с ними, конечно, не играться. Цветы. Ну, что сказать про цветы? Все-таки семена цветов у нас мелкие. Вы не можете их простимулировать, замочить. Мы в основном их высеваем, ну, насухо, можно так сказать. И никаким образом подействовать не можем. Ну, во всяком случае, я не смогла. Поэтому я пришла к выводу, что семена цветов, конечно, я не буду уже тратить время на то, чтобы их вырастить из просроченных семян. Ну, а овощи, да, овощи можно. Так что, ну, что ж, дело не в том, что я потеряла время. Это немного времени заняло. А это просто разочарование. Да, хоть и преднамеренные. Я же знала, что они просроченные. Но не хочется никаких разочарований. Вот я вам желаю хороших всходов. Чтобы вы никогда ни в чем не разочаровывались. И у вас все-все получалось. С вами была Наталья. Я желаю вам всего наилучшего. Всем пока!